Что будет, если приготовить и пить кофе неправильно? Здравствуйте! Приветствую вас на видео канале Доктор Скачко. А я — врач, китотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже?» И также рассказать еще некоторые особенности — как правильно лечиться, вылечиться, жить без болезней и не умереть молодым. Это в полной мере относится к теме этого видео. Что будет, если приготовить и употреблять кофе неправильно? Кофейное зерно — реально кладезь полезных веществ! Правильно используя которые, вы улучшаете настроение, повышаете работоспособность физическую, интеллектуальную, улучшаете работу пищеварительной системы, переваривание пищи в желудке, помогаете по желудочной железе, желудочному пузырю правильно участвовать в переваривании пищи, а также улучшаете работу печени, почек, сердца, легких, мозга, иммунной системы! Вы получаете массу полезных действий! Но если знаете, как приготовить кофе правильно и правильно употреблять в зависимости от вашего пола, возраста, погодных, климатических, экологических условий, вашего уникального образа жизни и уникального набора из 30 тысяч возможных на сегодня известных сегодня заболеваний! Если вы делаете правильно, то ваше крепкое здоровье в ваших руках! Если вы не знаете, что будет, если приготовить кофе неправильно, то возможны разные варианты! И для самых удачливых правильный ответ на вопрос, что будет, если приготовить и употреблять кофе неправильно, будут явления остеопороза! Конечно, мужчины могут сказать, что остеопороз — это практически женская проблема! И это к ним не относится! Да, действительно, остеопороз чаще возникает у женщин, потому как у них слабее работает печень! А печень и желчный пузырь — это непременный этап в движении кальция из пищеварительной системы! Неважно, он туда попал в составе продуктов питания или медикаментов — к костной ткани! Женская печень слабее участвует в цессе, поэтому явление остеопороза у женщин чаще! Патологическая ломкость костей у женщин возникает чаще! Но! Это далеко не преклонный возраст! Гинекологи и эндокринологи утверждают, что гормональный статус у современных женщин похож на гормональный статус при климаксе с возраста 35 лет! Иными словами, эта проблема серьезно омолодилась и остеопороз может возникать значительно раньше! Перед этим о том, что организм страдает от дефицита кальция — появляется кариес! Если вы частый гость стоматолога — возможно, не все хорошо у вас с костной тканью также! Однако мужчины не лишены этого удовольствия! Если мужчина своим образом жизни, своей системой питания довел состояние хорошей мужской печени до ослабленной женской печени — у него также может развиться остеопороз! Если у вас определяется явление гепатита, стеатогепатита, жирового гепатоза — то это уже не сильная мужская печень! Это слабая печень, которая вяло управляет обменом веществ! И один из элементов этой системы — это остеопороз! И ваше незнание, как приготовить кофе правильно! Для чуть менее удачливых правильный ответ на вопрос — что будет, если приготовить кофе и употреблять кофе неправильно? Будет явление артроза! Артроз возникает со стороны сустава! И показывает, насколько правильное питание своим суставам вы обеспечили! Тут важные критерии! Артроз возникает чаще в возрасте 50-60 лет! Но! Нередки случаи более раннего развития артроза! И один из первых звонков, которые вы можете услышать от своего организма! Первый сигнал, который организм показывает, что суставы не получают то полноценное питание, которое им необходимо — это хруст суставов! Если у вас хрустят суставы — это говорит о том, что синвиальной жидкости у вас не хватает! И ваши суставы на полуголодной диете! Как правило, явление артроза на первой стадии при этом уже можно определить! А можно узнать состояние ваших суставов и до того, как у вас появился хруст суставов! Положите ногу на ногу! На колено верхней ноги положите руку! И сделайте несколько движений в суставе! Если вы ощущаете шероховатость под рукой, то ваш коленный сустав не в лучшем виде! Точно также можно проверить состояние и других суставов! И если у вас эти признаки есть — наберите на моем канале! Что делать, если хрустят суставы? Как избавиться от боли в суставах? Такие видео есть! И вы получите больше информации, что же вы все-таки делаете не так! И почему суставы у вас беспокоят! Для еще менее удачливых правильный ответ на вопрос — что будет, если приготовить и употреблять кофе неправильно? Будут камни в почках! Неправильное употребление кофе может способствовать тому, что в почках могут образовываться ураты, оксалаты, либо и те и другие соли могут откладываться в виде камней в почках вместе! А мочекаменная болезнь — за ней неизменно следует пилонефрит! Иными словами — воспалительный процесс в почке! А пилонефрит — это причина номер один по развитию почечной недостаточности! Конечно, врач-уролог может помочь избавиться от камней в почке! Но! Чаще всего вместе с почкой! И на оставшийся уже непарный орган будет теперь попадать двойная нагрузка по очищению вашей крови! И очень вероятно развитие почечной недостаточности! По результату которой у вас появляется уникальный образ жизни! Несколько часов — три раза в неделю! Теперь вы должны находиться на гемодиализе! И аппарат помогает вашему организму очищаться! И что мешало вам правильно готовить и употреблять кофе? И беречь очень важный орган под названием почки! Первый сигнал, который вы можете услышать от своего организма во время УЗИ вам пишут! В почках находятся эхо-позитивные включения! Размером 2-3-4 миллиметра! Иными словами — у вас есть солевой диатез! Это первая стадия! За которой может следовать и мочекаменная болезнь! А могут следовать и ваши правильные действия! Для того чтобы эти включения почки ваши покинули! И ваши почки работали лучше! Для еще менее удачливых правильный ответ на вопрос! Что будет? Если приготовить и употреблять кофе неправильно! Может быть явление панкреатита! Да! Кофе стимулирует секрецию поджелудочной железы! Улучшая переваривание пищи! Но! Если в вашем образе жизни есть другие не самые благоприятные события! Например, вы неправильно употребляли алкогольные напитки! Либо злоупотребляли сырыми растительными продуктами! То на этом фоне чашка кофе может хронический панкреатит перевести в обострение хронического или даже в острый панкреатит! И здесь могут быть не самые простые события дальнейшие в вашей жизни! Но! Есть еще более неудачливые любители кофе! А для самых неудачливых правильный ответ на вопрос! Что будет если приготовить и употреблять кофе неправильно? Может быть инфаркт, инсульт, либо острая сердечная недостаточность! Кофе резко изменяет условия работы сердечно-сосудистой системы! И если она к этим изменениям не готова! Возможны вот эти не самые благоприятные последствия! Но! Рассказывать вам в этом видео все особенности приготовления кофе и применения его с учетом той патологии, которая есть! Я вас спровоцирую на неумеренное употребление кофе! Это видео будет очень длинным! И для того, чтобы дослушать его до конца и узнать ту информацию, которая касается именно вас! А не кого-то другого! Вы вынуждены будете пить много кофе! И возможно до конца видео и не услышите! Если вы очень неудачливы! Поэтому такую серию видео на своем канале я буду продолжать! Чтобы вы жили лучше и дольше! А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих канала словами! Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения! А пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео! Не забудьте поставить на него лайк! А я подумаю как лучше и быстрее написать и опубликовать следующее видео на своем канале! До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко!